Декабрь 2023 года оказался одним из самых хлопотных для волонтёров Абакана. Посылки на фронт для военнослужащих отправляли каждые две недели. Работники склада на Кирово-20В трудились до позднего вечера, сортируя посылки, составляя писные листы. При этом женщины успевали ещё делать окопные свечи, маскировочные сети, вязали дома тёплые носки, перчатки, чтобы ниточка из дома нашла каждого своего адресата. Мы отправили несколько десятков тонн на фронт разных посылок, и всё дошло вовремя. То есть у нас большое спасибо всем нашим военным, которые помогают нам отправлять эти посылки. И пришла обратная связь, и многие, наверное, всё равно, очень много сейчас групп, где бросают различные ролики, и там видят именно то, как благодарят наши солдаты, и как читают письма наших детей, взрослых женщин. Огромное спасибо всем общественным организациям, которые приняли в этом участие, потому что и Союз благоправославных женщин, мы говорили, и Литвинская диаспора, и вообще и Азербайджанская диаспора. Многие организации шьём для победы, и будем жить. Это все, кто присоединялись к этой акции. Уже на следующей неделе склад возобновляет работу. Приносить помощь для защитников Донбасса можно каждую среду и четверг. Нужны и свободные руки сортировать вещи. Теперь задача номер один – собрать посылки 23 февраля, ко дню защитника Отечества. В Абакане вновь стартует акция «Открытка на банку». Дело не в том, насколько снабжается фронт, а дело в том, насколько приятно нашим защитникам получить такой привет от дома. Потому что, как они говорят, создаётся ощущение, что именно для меня собиралась эта посылка. Мы не говорим о том, что мы везём прямо конкретно для тех солдат, которые из Абакана были отправлены. Мы понимаем все прекрасно о том, что они сейчас там все наши. И наши посылки достанутся, может быть, кому-то, кто из Саратова, там был призван из Казани. А как раз именно из этих городов прибудут посылки именно нашим солдатам. Посылка солдат – это не только тёплые вещи, предметы личной гигиены, продукты питания. Очень ценятся медикаменты, окопные свечи, перевязочный материал и, конечно, особенно дороги письма с пожеланиями скорейшего возвращения домой.